Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сегодня поговорим о применении нашатырного спирта или аммиака для клубники. Конечно, формула этих веществ разная, но по сути это одно и то же. И то и другое используется в медицине и в садоводстве. В состав аммиака входит азот и водород, а в состав нашатырного спирта еще и кислород. Так что можете приобретать в аптеке аммиак или нашатырный спирт. По сути это будет одновременно и подкормка и хорошее средство от разных болячей клубники. Он отлично отпугивает вредных насекомых, вроде муравьев, тли и даже долгоносиков. К плюсам использования наштыря относятся активный прирост здоровой зеленой массы, то есть кустики становятся пышными. Далее усиливается образование бутонов, цветение становится эффективным и обеспечивается профилактика нападения распространенных вредителей. Нашатырный спирт профессиональные садоводы используют как правило три раза. Первый раз в апреле, мае до цветения. Для этого понадобится 10 литров воды, 1 бутыль нашатырного спирта 10% и 1 кусок обычного хозяйственного мыла, чтобы аммиак не улетучивался во время полива. Полить можно и из лейки, но наилучшие результаты будут от отпрыскивания по листу. Вторая подкормка должна быть менее концентрированная и не должна содержать мыло. Такая подкормка проводится после того, как ягода отсветет. Для подкормки нам понадобится 20 г нашатыря и 10 литров воды. Производим опрыскивание. А в третий раз следует приготовить сильный раствор, его проводят в августе или сентябре. Он хорошо подготавливает кустики к зимовке. Возьмите на ведро воды 40 г аммиака, 5 капель йода и также кусок мыла. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok